Я думаю еще пару минут подождать и краску можно снять просто рукой. Видали? Вот это эффект, так эффект. Друзья, всем большущий привет! Сегодня я вам расскажу, как в домашних условиях изготовить классное средство, которое пригодится практически каждому. И, что немаловажно, делать мы будем это из дешевых материалов, которые есть в каждом гастрономии. Так что устраивайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, а я начинаю. Поехали! Перед началом изготовления не забудьте одеть резиновый перчаток, чтобы не повредить и не испортить вашу кожу на руках. Итак, друзья, основным ингредиентом и действующим веществом у нас будет сегодня уксусная кислота 70%. Стоимость ее в магазине 40 рублей. Также я буду использовать вот такой порошок полисорб, который есть у меня в аптечке, и он подходит к нашему сегодняшнему эксперименту. Также хочу заметить, что вместо полисорба можно использовать детскую присыпку или обычный крахмал. Итак, начнем, пожалуй. Взял вот такую вот тару в виде колпачка от баллончика из покраски. Он черного цвета, чтобы было наглядно видно. Открываем уксус, открываем аккуратно, потому что 70-70% он довольно-таки сильно действующий и может обжечь вашу кожу, глаза и так далее. Будьте аккуратны. Наливаем уксус. Наливать нужно такое количество, которое вам необходимо, и позже вы поймете для чего. Теперь настало дело полисорба. Его нужно просто высыпать аккуратненько в уксус. Как вы видите, он плавает вверху. Сейчас я камеру наклоню. Маленько еще подсыпем. Ну и все, размешиваем. По необходимости добавляем еще немного порошка. Как вы видите, получается вот такой вот гель. И он отлично держится на отвертке, которой я мешал. Видите, он не капает, практически не стекает. Но, в принципе, можно еще немножко добавить, чтобы он был еще чуть-чуть погуще. Все, получился вот такой вот готовый гель. Но у меня он немного, видите, с черными вкраплениями. Это потому, что здесь была краска в баллончике, и она маленько уже начала разъедаться. Кстати, вот вам еще одно немаловажное преимущество. Его можно использовать как средство для снятия краски с металла. Но основное предназначение вот этого вот геля – это удаление ржавчины с труднодоступных мест, особенно если они, например, находятся где-то в подвешенном состоянии. Сейчас я вам продемонстрирую, как это работает. В качестве эксперимента возьмем вот такую вот профтрубу, которая покрылась ржавчиной, то есть коррозией, и попробуем ее подвесить вот таким вот образом и намазать гель снизу. И посмотреть, будет ли он стекать, капать, и как он удалит коррозию. Вот что самое главное. Зафиксировал струбцины. Так, берем наш гель получившийся самодельный. И наносим на вот такой вот участок. Как вы можете заметить, держится он просто шикарно. Сейчас сфокусируюсь. Ничего не стекает, не капает. Оставляем наш состав на вот этом металлическом отрезке профтрубы буквально на 10 минут. И сейчас попробуем нанести его на какую-нибудь крашеную поверхность, чтобы убедиться в том, разъедает он краску от железа или не разъедает. Итак, попробуем нанести состав, еще раз повторюсь, смешанный уксус с полисорбом на вот такую вот окрашенную трубу металлическую. С этой стороны я здесь пытался просто краску сошкрепсти, и краска лежит очень хорошо, тяжело удаляется. Видите, пришлось даже сошкрябывать вместе с металлом. Ну, давайте попробуем. Прошло буквально пару минут, и смотрите, я не верю своим глазам, что сейчас происходит. Краска начала вспучиваться и моментально отходить. Также я заметил, она сразу поменяла свой цвет. Видите, да? Действует, в принципе, как дорогая смывка для краски. Я в шоке, друзья. Смотрите, что творится. Просто буквально на глазах прошло 2-3 минуты. И вот такой вот эффект. Я думаю, еще пару минут подождать, и краску можно снять просто рукой. Видали? Вот это эффект, так эффект. Не ожидал, честно говоря. Просто хотел показать, как работает этот состав с коррозией ржавчины, и в итоге, говорю, заметил, что он разъел краску на колпачке, которая была. Попробовал состав этот нанести на металлическую поверхность, и видите, что творится. Просто удивительно. И давайте же попробуем ее снять. Идеально. Просто идеально. Видите, как краска снимается. Ну, для тех, кто не верит, сейчас вот здесь попробую покорябать ее отверткой. Видите? Просто царапины остаются, но краска не сдирается. Вот такой вот эффект получился. Краска стала на ощупь как резиновая. Идеальный вариант. Так что берите на заметку. Ну, а теперь давайте проверим, что же стало с вот этой заготовкой, и очистилась ли ржавчина. Вот, как вы видите, гель остался на поверхности, никуда не делся. Сейчас попробуем стереть этот состав обычной салфеткой. Так, берем салфеточку и приступаем. Я просто в шоке, друзья. Вот, вы видите разницу. После того, как вы очистили поверхность при помощи вот этого самодельного геля, ее нужно обязательно промыть. Желательно взять соду, размешать с водой и промыть этой водой, чтобы нейтрализовать кислоту. Либо хорошенько промыть дистиллированной водой. Так что берите себе на заметку способ действительно рабочий. А самое главное, он эффективный и недорогой. Ведь эти компоненты есть практически у каждого в кухонном шкафу либо в аптечке. Ну, а на сегодня все. Спасибо большое за просмотр. Всем добра, удачи и успехов. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok